Уже много сказали о Всеволоде Михайловиче. Я хотел бы сказать несколько слов о его научнице. Дело в том, что Всеволод Михайлович один из основоположников применения железобетона в нашей стране. Он был учеником профессора Белелюбского. Работал у него в лаборатории в Санкт-Петербургском институте инженеров транспорта. Это знаменитый институт, которому уже почти 200 лет. Оттуда вышло очень много замечательных ученых. В то время, когда Всеволод Михайлович начал заниматься железобетоном, вообще в строительной науке господствовала теория допускаемых напряжений. Все рассчитывалось по допускаемым напряжениям, но в результате элементы, которые получались, они были очень большими. То есть был большой перерасход материала. И в лет 30-х годах начала появляться наука о расчете по разрушающим нагрузкам. Пионером применения этой теории был наш тоже замечательный, замечательный выдающийся инженер, ученый Артур Фердинандович Лолейт. И вот между Келдышем и Лолейтом была очень драматическая дискуссия. Драматическая. Было несколько всесоюзных съездок по применению метода разрушающих нагрузок. И Всеволод Михайлович не принимал эту теорию. Однако потом профессор Гвозьев провел ряд испытаний и доказал, что эта теория имеет право на существование. И Всеволод Михайлович нужно дать ему должное. Тоже стал пропагандировать эту теорию. И более того, в дальнейшем он пошел дальше. И где-то уже перед войной начала развиваться теория расчета по предельным состояниям. И вот эта теория, которая в нашей стране зародилась, она сейчас применяется во всем мире. Поэтому заслуги Всеволод Михайловича не только в развитии нашей отечественной науки, но и мировой науки о железобетоне. И более того, я хочу сказать, что где-то в 30-х годах состоялся колоссальный инженерный спор о том, можно ли применять сборные железобетонные конструкции. То, что мы сейчас все делаем. И тогда многие ученые говорили, этого не может быть. Как можно соединить между собой сборные элементы в железобетоне? Вот Всеволод Михайлович один из тех, кто доказывал и доказал, что это может быть. Ну и здесь уже говорили о его инженерных заслугах. Он принимал участие в экспертизе многих выдающихся проектов в нашей стране. В канале Москва-Волга, в строительстве метрополитена, в строительстве многих Днепрогресса и ряде других сооружений. Ну еще я хотел бы сказать, что вот та замечательная семья, в которой он вырос, а потом создал свою семью, в которой было семеро детей и шестнадцать внуков. Так вот, здесь уже говорили о его сыне, в Месетане Всеволодовиче, которого он, между прочим, хотел, чтобы он был инженером-строителем. И он пошел сдавать документы в строительный институт. Но у него их не приняли, потому что ему было шестнадцать лет. И тогда старшая сестра, Людмила Всеволодовна, которая к этому времени закончила мехмат МГУ, посоветовала ему пойти стать математиком. Ну и в результате мы видим, что получилось. Но я хочу еще обратить внимание, двое сыновей Людмилы Всеволодовны стали академиками РАНа. Один физик был директором ПИАНа, один знаменитый математик с мировым именем – это Сергей Петрович Новик. Вот такая вот семья и такое наследство, не только инженерное, но и человеческое, ставил ваш... Генетическое... Да, генетическое. Вот все. Спасибо, что мы сегодня присутствуем при таком замечательном дне, когда открываем доску такому замечательному человеку. Спасибо.